Здравствуйте! С вами Швейный Советник и наша новая рубрика про это. В этом видео мы расскажем, как безупречно притачать резинку трусиком. Мы решили присоединиться к модной нынче теме пошива белья. И для того, чтобы показать все особенности процесса притачивания резинки узкой к срезу фигурному, приготовили образцы, на которых будем работать. Вот этот образец у нас имитирует половинку задней детали трусиков. Это выкройка трусиков. И важный момент, что резинки мы приготовили и отмерили именно по выкройке, а не по ткани. Потому что при выкраивании срез трикотажа может растянуться. Если вы будете по нему отмерять резинку, он будет волниться и плохо лежать. Мы подготовили резиночку по верхнему срезу, резиночку по вырезу, где будет у нас обработка срез для ног. И обратите внимание, что резинки не вровень срезом, со срезом выкраины, а выступают на 1-1,5 см. Так нам будет легче начать строчку, и трикотаж не зажжуется машиной при работе. У подобных резиночек есть лицевая и изнаночная сторона. Поэтому внимательно присмотритесь. Выберите какую-нибудь сторону в качестве лицевой. Ну вот у этой резиночки, мне кажется, вот эта сторона лицевая. И нам нужно уложить резинку вровень со срезом лицевой стороной на лицевую сторону детали трусиков. И зафиксировать булавочкой у самого-самого начала детали. Для первого шва по резинке нам нужен будет обычный зигзаг. Параметры этого зигзага подбираются опытным путем. То есть вы делаете несколько пробных строчек и выбираете такие настройки, чтобы он был не широкий. Мы подобрали длину строчки в 2 мм и ширину зигзага мы подобрали в 3 мм. Мы выставили настройки зигзага. И сейчас игла у нас находится в крайнем левом положении. Мы должны начать нашу строчку таким образом, чтобы левый вкол иглы находился в 1 мм от фистонов. Или в 1 мм от левого края резинки. И начинаем шить сначала по свободному отрезку резинки. Вот я отрегулировала. Опускаю лапку и замечаю, каким образом у меня должен идти левый край резинки. То есть ищу ориентиры на самой лапке. Шить будем медленно, потому что резинка норовит выскользнуть из-под лапки. И поэтому зигзаг у вас будет плавать, если вы будете шить на большой скорости. Нитки заправляем под лапку. Резинку не натягиваем. Потому что, когда мы краим белье, мы и так уже учитываем процент растяжимости трикотажа. Если вы еще натянете резинку, изделие будет врезаться в тело. Как только вошли на трикотаж, убираем булавочки. И смотрим, чтобы резинка лежала вровень со срезом трикотажа. Проверяем качество строчки. Зигзаг идет очень аккуратненько. Видите, на одинаковом расстоянии от края. А это значит, что мы сделали все правильно. И заканчивая строчку, также мы выходим на резиночный хвостик. Я придерживаю за хвостик, и у меня ничего никуда не съезжает. Я довожу строчку до самого края ткани. Закрепку в данном случае ставить не обязательно, потому что мы еще будем стачивать боковые швы. Мы специально работаем контрастными нитками, для того, чтобы вам были видны все нюансы технологической обработки. Вторую строчку по резинке вы можете производить таким же зигзагом, только увеличив его ширину. Но нам больше нравится работать другой строчкой, так называемым трехшаговым зигзагом. Он выглядит более изящно и меньше деформирует резинку. Поэтому мы выставляем строчку номер 10. Она у нас под десятым номером. Подобная строчка есть в любых швейных машинках, даже с небольшим количеством основных операций. Полтора сантиметра у нас будет длина стежка и ширина стежка будет соответствовать ширине резинки. Можно делать вровень, а можно делать на миллиметр меньше. Ширина нашей резинки составляет 7 миллиметров. Это имеется в виду вот эта часть без фистона. Вот у нашей резиночки она составляет 7 миллиметров, поэтому мы выставляем ширину зигзага 6 или 6,5. Нужно будет потестировать и посмотреть, какая нам строчка понравится больше. Для второй строчки мы отгибаем резиночку наизнанку. Фистончики красиво у нас выглядывают. И край трикотажа ровненький. Ставим фиксирующую булавочку. И опять же, мы с вами начнем строчку по свободному хвостику. Это позволит очень плавно и ровно зайти на ткань. Не даст никаких дефектов зажевывания трикотажа вот в этом вот месте. Игла опять у нас находятся в крайнем левом положении. Заправляем хвостики ниток под лапку, чтобы их не затянуло, не зажевало. И аккуратно начинаем строчку. Довольно нудное занятие. Но ничего не поделаешь. Скоростью здесь не возьмешь. Тем более, если вы будете шить из тонкого трикотажа или из кружева, пороть там нельзя, потому что сразу же будут дырки. Аккуратно выправляем фистоны, чтобы не было наплывов ткани на фистоны. И внешний вид края был аккуратным. Проверяем качество строчки. Посмотрите, очень хорошо все получается. Когда у вас будут заправлены нитки в цвет вашего трикотажа, строчка будет выглядеть просто идеально. И опять уходим на резиночку. Завершаем строчку на резиночном хвостике. Вот получается вот такая строчка. Резиночка ко второму срезу притачивается аналогично. Не будем долго тянуть кота за хвост. Для того, чтобы вы не уснули, мы это сделаем безо всяких комментариев и побыстрее. Вот такая получилась строчка. То ли мы приспособились, то ли она к нам приспособилась. Но попыток выскользнуть резинка не делала. И выставляем второй вид зигзага. До конца мы дошивать этот образец не будем. Мы его оставим для наших учениц, чтобы показывать им, как правильно и красиво пришить резиночку к срезу. В следующем видео мы покажем полностью технологию раскроя и сборки трусиков от начала до конца. Но, естественно, мы уже будем шить нитками в цвет ткани. Поэтому мы и сняли это видео, чтобы вы видели на контрастном примере, как должны выглядеть строчки. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. С вами был Швейн и Савидни. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейн.